Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы будем изучать творчество 9-го чемпиона мира Тиграна Вартановича Петросяна. И рассмотрим его партию, сыгранную на шахматной олимпиаде против швейцарского шахматиста Эрвина Нивергельда. Итак, белый открывает игру ходом d4, черный отвечает развитием коня и на доске получается защита модерн-биноди. Петросян захватывает пространство, черный подрывает центр ходом e6. После развивающего ответа конь c3, черный меняется на поле d5, затем устанавливает пешку на d6 с тем, чтобы фианкетировать слона на большую диагональ и давить на ферзевый фланг. Белый захватывает пехотой центральные поля, черный реализует свой план, на ответная слон f4 играет слон g7, подготавливая рокировку в короткую сторону. Петросян объявляет шаг для того, чтобы завлечь одну из фигур на d7 и добраться до отсталой и следовательно слабой пешки d6. То есть перекрываться конем плохо, черный закрывается от шаха слоном, контратакуя ферзя. Ферзь переходит на b3, нападая на пешку b7, черный защищает обе слабые пешки своим ферзем. Тигран продолжает развитие королевского фланга, Эрвин обеспечивает безопасность королю, белый также подготавливает рокировку и следует ход слон g4. Черный бросает пешку d6 на произвол судьбы, лишь бы добраться до белого короля, который немного замешкался в центре. Но будущий девятый чемпион мира решает проверить на практике концепцию своего соперника и нападает на ферзя, а также отсталой пешку d6. Черный объявляет шаг, белый перекрывается конем. Теперь пешка c4 словно полено летит в огонь атаки. Хотелось бы конечно сразу забрать на e4, используя диагональную связку, но тогда под боем будет слон на поле g4. А так тачком c4 черный завлекает сюда слона. И если белый соблазняется выигрышем этой пешки, тогда черный пробивает на поле e4, поскольку слон уже не висит. На пешечную вилку у них есть темповой отскок коня и после ухода ферзя на d1 черный играет слон f5, получая отличную позицию. Ввиду этого варианта Петросян отказывается от взятия на поле c4 слоном, а забирает пешку ферзем. Черный нападает на ферзя на отступление, меняется на поле e2, а затем пробивает на e4. Здесь плохо брать коня ферзем, поскольку черный отыгрывает фигуру, отрезает дорожку королю в безопасное место, угрожает ходом ладья e8 и получает атаку. Поэтому Петросян предпочел рокировать в короткую сторону. Черный меняет легкие фигуры на поле d2, а затем связывает белого коня. С самого начала партии белым не дает покоя слабая пешка d6, но лучше было ее атаковать иным способом. Вместо хода в партии слон b4 нужно было пойти a4, защищая коня и с угрозой внедрения ферзя на поле e7, атакуя отсталую пешку. Ну а после не самого точного хода в партии слон b4, черный заканчивает развитие легких фигур. Белый-то забирает пешку, но все их фигуры подвисают в воздухе. Теперь черный нападает на пешку d5. Тигран Вартанович защищает коня для того, чтобы освободить ферзя от оборонительных функций. И до заветной цели черным оставалось сделать всего один шаг, собрать центральную пешку. Но вместо этого они решили объявить совершенно неуместное гардэ. Благодаря этому ферзь уходит из-под связки и развязывает ноги коню. Черный нападает на слона d6, белый слон заманивает ладью на минированное поле. И если не забирать теперь пешку, а сыграть ладья d7, тогда белый просто защищает пехотинца. Ну а после хода ладья d5 в партии, белый слон делает челночный взмах хобота. И три тяжелые фигуры черных застыли с глупыми физиономиями. Нивергельт еще сделал ход ладьей e4. Петросян объявил коневую вилку. Черный напален на ферзя, но белый жертвует ферзя ходом ферзи e4. И в этой ситуации черные признали себя побежденными, поскольку на взятие конем они пробивают на поле a6 и выигрывают качество. Необходимо меняться на d1, будет угрожать мат по восьмой горизонтали. После этого размена у белых технически выигранный эндшпиль. Что же, если вам понравилась эта партия, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала. Бейте в колокол, чтобы не пропускать следующие видео. И до скорых встреч!